Всем привет друзья, с вами Мума, как вы знаете вышел новый бравлер, он был доступен уже вчера, многие его прокачали на 35 ранг, но показатели это его силы, давайте вместе с вами мы сейчас все это обсудим, разберем и обязательно смотрите ролик до конца, чтобы узнать мое мнение, чтобы зачекать все мои доводы и факты, и потом конечно же не забудьте написать сами что вы думаете по поводу этого персонажа, но и не забывайте ребята, что если вы хотите получить себе бравл пасс и пройти два пути, собрать себе пинцы, персонажа, два скина и все это, обязательно участвуйте в моем конкурсе, который уже проходит на моем канале и я ссылочку не буду оставлять, вы просто предыдущий чекните и все вы найдете. Но начнем мы с того, что это хроматический бравлер, таких всего три в игре было и у него история, сразу небольшое так сказать, предрассказ будет, история очень похожа на историю Гейла, когда вышел Гейл, это был очень прикольный бравлер, он круто станел, но все же он стал имбовым только после того, как ему исправили атаку, потому что изначально его ульта решала все, а остальное, ну прыжок был прикольный, да гаджет тоже решал. Что по поводу этой калеты, это пипец, начнем с того, что я бы хотел бы даже не зная, я бы хотел бы вам все это на деле показать и обсудить. А перед началом хочу вам показать топовый продукт от TP-Link Archer AX50, это Wi-Fi роутер, то что нужно для нашей игры, как вы знаете, БС очень тесна, связь серверов и плавного интернета, у этого роутера есть поддержка Wi-Fi 6, скорость до 2,5 гигабит для плавных игр, стримов и загрузок, топовый чипсет от известного всем Intel, у этого Wi-Fi роутера минимальная задержка и низкий пинг для ваших плавных игр в онлайне. Если у вас очень много дома гаджетов, это не проблема, AX50 поддерживает производительность, очень большое количество устройств, также защита от соседских помех и их сетей. Гигабитные порты Ethernet и USB 3.0, вы не поверите, тут даже имеется встроенный антивирус от RAND Micro. Ну и вишенка на этом торте будет то, что он бережет батарейку на вашем гаджете, благодаря функции Target Wake Time. Зайдите прямо сейчас по ссылочке в описании, убедитесь во всем сами, я лично увидев ценник, был приятно удивлен. Напомню, ребята, у меня калета 10-го левела, я играю на таких кубасах, где ребята порой играют 2-го, 3-го левела. И давайте посмотрим, как у нас здесь игра пройдет. По боксам она бьет по 1400, но этого не скажешь по пингвиню. Кстати, а что он так сильно-то будет? Он типа думает уворачиваться, окей, давайте посмотрим, как у него это получится. Ну и получится ли нам его добить, вот это тоже хороший вопрос. Это можно сделать, конечно же, через ульту, но давайте, ребята, потом заценим. Вот к сравнению, просто отыграем давайте, и я вам покажу все, что будет в дальнейшем. Я думаю, вы уже понимаете, о чем пойдет разговор. Интересно, а сколько она под басбанкой бьет? Ее атака меняется, когда у вашего соперника потихонечку уменьшается хп. И этот чел круто прячется, но окей, посмотрим, чем это в итоге закончится. Ладно, мы его убили, это было очень сложно. Я 10-й левел, я попадал... Я попадал каждую тычку, и я его еле убил. Я чуть сам не сдох, когда я летел. Но ульту, все это мы сейчас с вами обсудим. Начнем с атаки. Атака хорошая тема, только по началу. Дальше, когда вы его сильно закоцаете, вам срочно нужен какой-то тиммейт, который вам поможет добить этого коцаного персонажа. Иначе вы будете давать каждую тыку просто по 280 хп, и на этом все закончится. Вот сейчас мы встречаемся с Нанью, у него 8 банок, 6 кхп. Я ему дал одну хорошую тычку, она была на 2к, следующая уже на 1000, потом на 800. И... А при этом, любой милитычкой он мне дает дамаг на 1400. И единственная надежда, это здесь сейчас затащить на 80 кубасах, ребята, 80 кубков на максимальном персе, это попасть под босс банку и на ульту. Но это мы не можем сделать, потому что мне раньше прилетает тыка. Я лечу прямо ей навстречу, и в итоге получаю второе место. Второе место на кубасах, которые, не знаю, первым левелом довольно-таки изи даются. Можно просто... Блин, я не знаю, кольта взять, взять босс банку и раскидать даже без банок. Потому что здесь есть, ну, босс баночка. Но даже босс баночка мне не помогла, хотя я мог пойти сейчас на него, пытаться его перебить атакой. Но, во-первых, он мне очень больно бьет, потому что у него банок много. А, во-вторых, я вообще бесполезный, я дрался против... Смотрите. Я дрался против тебя, у которого 18к, у него 50 кубасов, и у него первый левел. Я его еле убил 10-м левелом. Просто вдумайтесь в это. Насколько же хорош этот персонаж? Ну, конкретно этот персонаж полный провал, потому что он вообще ничего не может. И давайте, допустим, мы пойдем в футбол, разберем эти нюансы. Это, кстати, Старка. Старка очень хорошая. Она отталкивает, она помогает отогнать от себя типов, но не факт, что ты ей доживешь. Когда ты летишь, когда ты летишь обратно, тебе всегда прилетает дамаг. Это особенно легко сделать, когда ты летишь по прямой. Тебя уже встречают, как сейчас меня Нане встречал. По поводу ульты, она наносит дамаг 20% от полного запаса вашего соперника. То есть, если это бычок будет, сами понимаете, 40% вы ему снесете. Допустим, ну, пусть у него будет там 8к хп, образно говоря, да? Вы ему трешку там примерно плюс-минус. Ну, я сейчас не буду заморачиваться математикой. Самое главное это то, что вы можете ему неплохо снести. Но поможет ли вам это в дальнейшем? Я думаю, что под вопросом. Потому что если вы его сначала покоцаете основной атакой, а потом залетите на ульте, все равно у него-то урон не особо большой пройдет, потому что урон зависит от максимального запаса здоровья противника. Хотя, это на данный момент имеется в виду или когда он коцанный? Вот этот нюанс я не особо понял. Но давайте мы с вами его разберем. В любом случае, основная надежда этого персонажа, это только его ульта. Так что, если у вас нет возможности купить Бравл Пасс, или вы не нашли этого персонажа, знайте, ребята, что не все потеряно. Не все так страшно, и нам было бы круто затестить ульту. Допустим, это сделать на Пэм с фулл хп, и на Пэм, которая будет коцаной. Давайте мы это попробуем сделать. О, 359. Отличный урон. Хе, я просто в шоке. Давайте. Пэм бежит. 960. Окей. Давайте проверим, когда у нее будет лоу хп, выделим мы такой дамаг, или это будет чуть поменьше. Но, скорее всего, я думаю, максимальный запас имеется в виду, вот смотрите. Да, 960. Все, я понял. Значит, имеется в виду, сколько у него общим. Вне зависимости от момента, данный момент, неважно, сколько у него хп 1000 или там 5к, самое главное, сколько у него максимальный хп. Это понятно. И вот это единственная надежда, которая может вам помочь добить персонажа. Но если вы не попали ультой, или у вас ее нет, то смотрите, как я хилку ломаю. Я еле сломал хилку. А что будет с пингвиненком? Почему? Почему этот дамаг работает и по станции, и по пингвиненку, и по турельке? Вы ничто из этого не сломаете на изи. Вам нужен будет тиммейт. То есть вы такой маленький беспомощный ребенок, который вроде бы что-то может огрызаться, но когда дело коснется, нужно срочно ему помочь. И это реально большая проблема. Я понимаю, что этого персонажа, скорее всего, усилит. Но, как и говорил Фрэнк, когда персонаж выходит, и, допустим, он очень слабый, да, вы его в дальнейшем усилите. Но все же вот это воспоминание, оно останется, ребята, и оно будет навсегда. Так сказать, небольшое клеймо. Понятное дело, когда ее усилят, она будет в мете. Возможно, все будут ее играть, но когда ее снова сбалансируют, она уже будет немного непопулярна, как нежели там какие-то другие персонажи, которые были лютой имбой. И об этом рассказывал Фрэнк. То есть по статистике, конечно, можно казаться, что тебе каждую катку кидает, но учитывается статистика всех кубасов, все трофеи, все локалки и так далее. И вот там совсем другие цифры. Так что такой вот нюанс. Я думаю, что этот персонаж еще будет сильным. Но пока это не так. Он довольно-таки слабый, и даже когда карта раскрывается, это вам не бить. Когда карта раскрывается, и там, допустим, Пока-2 танка, Би просто уничтожает кламину всех. Это же может хорошо покоцать, но если вам не помогут добить всех этих персонажей, то, возможно, у вас будут большие проблемы. Особенно будут проблемы, смотрите, ребят, по 280 Би. Так, оттянули его немножко? А, ну станцию я сломаю нескоро. Особенно если пингвиненок выйдет, еще потом мистер Пи подрубит гаджет, вы этого пингвиненка не убьете, как и чертик Тары, который бьет по 800, который ее догоняет, это просто пипец. Это реально провальный персонаж, и мне кажется, что с ней нужно что-то срочное делать. Я тут таранился. Ребята первого левела. По 80 кубасов я с ними таранился, как будто это, не знаю, катка на 800 плюс была. И сейчас мы помогаем добить Холдику 35 ранг. Сейчас он там в топе. Многие уже добили. Трое, да, трое добили. Вот Холдик сидит. Вчера мы еще одну подслели, но там явные есть пики. То есть, грубо говоря, этот персонаж играет на 2,5. То есть, если у вас двое, это еще половиночка. То есть вы играете против троих в 2,5 игрока. Но это не потому, что там, допустим, Холдик плохо играл или что-то еще. Мы встречались и с Твиститвиком, с Анбентли, Гуэле, со всеми. И вот в этой катке, когда мы встречались с Анбентли, с Твиститвиком, мы проиграли им, но проиграли лишь потому, что Макс подрубил скорость и забил нам гол. И там еще Джеки была. Мы не смогли отдэвить именно этих персонажей. В то время, когда Твиститвик сидел на этой колете, и он вообще ничего не смог сделать. Но не потому, что он плохой игрок, а потому, что персонаж вообще ни о чем. А что думаете вы, ребята, по этому поводу? Обязательно пишите в комментарии. Я это все чекну. Если вам этот ролик понравился, то обязательно закидывайте лайк. Будем с вами подводить итоги. Но Барли, на Барли вчера люто катали. А сейчас, сейчас карта, в принципе, для него тоже неплохая. Если, правда, будет много танков. Сколько я уже смотрел, как там типы играют. Много танков, много покечей и так далее. Вот они сидят тут, катают. Так что, будем пробовать, пытаться помочь Ване добить этого очень слабого персонажа. Ну и надеюсь, у нас это получится. Так что, всем удачи, ребята, и всем пока.